Привет, дорогие друзья! Вот вам интервью с Ириной Верещук. Ну, это больше, чем интервью, потому что меня это заинтересовало по нескольким причинам. Я еще раз повторю, Ирину Верещук, я лично считал и считаю до сих пор, несмотря на покатушки с Гончаренко в машине и так далее, и тому подобные вещи, тем не менее, одной из самых умных представительниц, ну, слабого пола так точно, в «Слуги народа», потому что мы увидели там и Харьковские всякие там клуши были, помните, лошадки, которые рассказывали, что у них бабушки мечтают продать землю и так далее, и тому подобное, да? Но мы пообщались по поводу этой коалиции, опять-таки, с Европейской солидарностью. И потом история получила продолжение. Время. А скажите, прокомментируйте, пожалуйста, ситуативную коалицию с Европейской солидарностью. Просто вы так вроде бы ярко отставили посадки, а сейчас получается то, что тех, кого надо садить, вы с ними принимаете законы. С повной уверенностью могу сказать, что немае даже ситуативной коалиции и в ней немае потреби, потому что сегодняшнее голосование за изменения к бюджету это подтверждает. Мы проголосовали, 226 голосов дала фракция «Слуга народу», а ведь так даже такой ситуативной коалиции на разе немае. На самом деле у «Слуг народу» нашлось 226 голосов, и они там еще впоследствии голосовали за всякие законы, знаете, такие, ну, неважные. Когда из тех законов, которые ты голосуешь, думаешь о чем-то другом, о девочках, там еще о чем-то. Мы задаем вопрос по поводу покатушек с Алексеем Гончаренко, с одним из самых зашкваренных, пожалуй, в Европейской солидарности. Я уже давно заявляла про свою позицию, еще до того, как стала депутатом Верховної Ради, я абсолютно спокойно отношусь до политических критиков, до своих антагонистов политических, до оппонентов, потому что это все политический процесс. И если пан Гончаренко на 5 канале, а это именно на 5 канале происходит, мает свою авторскую программу, даже если она имеет такую форму, то есть автомобиль, мы едем и поговорим, я абсолютно не вижу ничего плохого, чтобы дать комментарий не те, что колезе, а человеку, которая попросила меня прокоментовать, обговорить, ведь так даже подискутировать. Я ревно и одинаково отношусь до всех медиа, которые есть в Украине. Я спокойно даю комментарии всем и считаю, что это знака политической зрелости. Мы к этому вопросу еще вернемся. То есть Ирина Верещук четко позиционирует себя, как европейский политик. Европейский политик, который не будет говорить там, с этим я не сяду на один гектар, на этот канал я не приду, туда мне западло и так далее и тому подобное. И к этому мы сейчас еще вернемся. Пока что мы задаем вопрос по поводу слухов, назовем это так, слухи, об обмене Порошенко своих уголовных дел на подголосование за важные для власти законы. Слухи касательно возможного обмена голосов европейской солидарности на закрытие уголовных дел Порошенко и его команды. Потому что, как бы не менялся у нас главный прокурор, а дела все равно нет. Ну, вы же бачите, новые какие-то криминальные проведения появляются уже за Верховный суд у пана Порошенко. Но я, на жаль, не отношусь до оптимистов в данном случае, потому что я вважаю, что было уже занадто багато криминальных проведений, по которых нет результатов. Отже, мы маем экономические злочины, подозру в экономических злочинах, мы маем политические злочины, подозру у них. Я не буду ствердить, потому что они есть судей, они есть слідчим и точно не знаю, что там насправді и чи винен пан Порошенко. Но я имею в виду, что такие следственные действия уже должны приходить к своему логичному завершению. И або пан Порошенко должен давать показы или свидетельства в суде... Или вы должны извиниться. Вот главное, Альфа и Омега. Или вы должны извиниться и сказать, что на самом деле Петя вот такой человек. Мы по-новой еще соберем стадион, на котором Владимир обнимется с Петром, войдут они, официально объявят о создании коалиции и так далее. Вы должны официально извиниться за то, что миллионы людей были сбиты с толку и думали, что вы идете сажать этих бандитов, эту мразь. Або мы должны извиниться все вместе перед ним и сказать, что он действительно не винуватый и так далее. Не только перед ним, не только перед Порошенко, но опять-таки перед миллионами людей, которые поверили в то, что вы реально идете бороться с этой мразью, с этой организованной преступной группировкой, что вы идете сажать Порошенко. Новые криминальные проведения, как на меня, ну скажем, ни тепло, ни холодно. Я не вижу каких-то новых знаков, что те криминальные проведения, которые сейчас зарегистрированы, будут иметь такой же самый результат. Точнее, не будет иметь такой же результат. Тому я все-таки держусь за то, что если уже есть криминальные проведения, их нужно доводить до конца. Або закрывать и вызнавать. А вот это в подвешенном состоянии, это неправильно. Это, по-перше, не сприяє нам, как фракции. Так, где же посадки нас запитывают? Весна пришла. И... И далее мы не видим ответы. То есть, логика есть на самом деле. Можно завести еще 10 криминальных проведений, можно еще завести 20 криминальных проведений, но извините, хотя бы по одному. Давайте сработайте хотя бы по одному. А я точно знаю, что они не пустые. Там есть там такие, а есть не порожняк абсолютно. Не хотят этого делать, не могут этого сделать. Почему не могут? Не могут. Возможно, следует вернуться вот к тому вот предыдущему тезису. Шли, уже зная, что не будут этого делать. И поэтому сейчас должны извиниться. Более 10 дней, по нашей информации, на столе у генпрокурора лежит уже новая, последняя, супер-пупер экспертиза по обычному рядовому убийце Стерненко, из которого сделали там кого-то, якобы кого-то. И ничего не происходит. А почему? Это со всеми убийцами в Украине так? Ведь не со всеми же. А я, как людина публічна, яка постійно медийно комунікує з суспільством, хотела би сказать, и вот подивіться, пан Пашинский и Укроборонпром, а пан Гладковский и Укроборонпром, а пан Порошенко. И тут би були результати. Наразі я мушу констатувати, что результатов великих, вагомих немає. Так, якась милка риба, скажем так, корупційні миші половлені. Але коли ми говоримо про тих людей, які дуже впливали на політику минулих 6 років, були підозрювані і, напевно, небезпідставно підозрювані в економічних певних зловживаннях, перебуваючи на посаді, і маючи доступ до управлінських рішень, і такі рішення ми бачили і обговорювали неодноразово, не несуть відповідальності. Це погано. Хорошо. Следующий вопрос. Гончаренко, вот тогда же, коли було це снято, за полчаса до цього публічно оскорблял, оскорблял Зеленського з трибуни Верховної Ради. Опять-таки, ну, нічого в этом не усматриваєте? Як депутат про президентської партии, йдете на інтерв'ю к человеку, який сьогодні даже з трибуни говорил, що этому президенту Володимиру Олександровичу краще вернуться в 95-й квартал. І пан Гончаренко за своє політичне життя уже наговорив стільки і наробив стільки всього, що відноситись до його слів серйозно з трибуни. Послухайте, ну, давайте ми не будемо зараз дійсно перетворювати політичний процес у залі і прив'язувати його до особистості пана Гончаренка. Він був у партії регіонів, він працював у БПП, зараз він працює в Євросолідарності, позиціонуючи себе мажоритарним депутатом від півночі Одещини. Вже всі це запам'ятали. У нього є певне політичне амплуа. В общем, Гончаренко – це Лешко 2. Ну, дійсно, цим багатое об'ясняється. Це його картинка, яку він собі намалював. Чому я повинна заперечувати йому це право? У мене є теж своя політична позиція, своя політична така модель. Як вам заявлення Давида Арахамия о том, що закон о банках не конституційний? В принципі це то, о чому розказували довго всякі різні блогери і інші там, ставленники Кремля, купленні Путиним і так далі, що там ще, Коломойським, Аваковим і прочими. Коли заявлялося о тому, що цей закон неправильний, це не конституційний закон? Чому-то молчали. Ну, вот уже Арахамия говорить це прямим текстом. Давіда Арахамия заявив? А він так і сказав, він мені в інтерв'ю так і сказав, що цей закон я на антиконституційній. Цікава позиція. Ми собі за нього проголосуємо. А як ви можете прокомментирувати слова голови фракції? Дивні слова голови фракції, бо якщо це він каже публічно, і він дійсно знає, в чому його антиконституційність і про це заявляє на весь світ, то уявіть собі очі МВФ, так? Вони ж не вимагають незаконних дій, вони ж точно не хочуть, щоб потім цей закон було скасовано в Конституції. А отже, тут у мене є питання. Я не зможу зараз прокоментувати, бо я дуже подивована, по-перше, такою позицією голови фракції. Всі змінюємо партії і розуміють, що так, цей закон не саме, мабуть, конституційний, я б навіть там сказав. Так, ого, прекрасно. Ну, мабуть. Але якщо зараз вважає на весь світ, як це жорстке умови отримання траншу, треба йти на це умови. Якщо голова фракції про це говорить, то він, напевно, щось знає більше, ніж ми. Бо я була переконана, що закон є нормальний, він відповідає Конституції і решті законів, однак потребує доопрацювання. Так, як і всі решта закони у нас потребують доопрацювання. Якщо ж він антиконституційний, ну, то тід це взагалі в корені міняє справу. Ні, я спочатку мушу дізнатися, добре, що ви мені це сказали, я зараз дізнаюся пана Давида, що він має на увазі, коли говорить, і за антиконституційні закони я голосувати не буду. Якщо мені Давид скаже, що цей закон не конституційний, але треба проголосувати, бо ми хочемо в когось виманити гроші, бо це тепер так буде називатись, я перепрошую, я не буду брати участь у цьому. Ну, а теперь смотрите, що произошло далі. Коли Ірина Верещу говорить о тому, що правильно общаться со всіми, навіть не должно бути таких зашкварів, що це по-європейськи, і це правильно, але віде она существує не в європейській парадігме. Вот в чому фішка. Це не європейський політикум, це український політикум. І поэтому, к моєму огромному сожалению, появляється следующее. «Сегодня утром прочитала в СМИ, що моя подпись стоит под утверждением групи депутатов с требованием освобождения сотрудників ДБР і Генеральной прокуратуры, які имеють отношение к делу Татьяны Черновол. Я підписала це заявлення по ошибки, не увидев всех страниц текста. Я поставила свою подпись под заявлением против политических преследований, а не под требованием освобождения сотрудників правоохранжних органів, які расследують дело Черновол. «Поэтому, пожалуйста, рассмотрим мою подпись под указанным заявлением, ну типа как отменено. Це автоперевод, я не знаю, зачем мені його фейсбук тулить. Ещё раз объясняю, я против любых политических репрессий, но те, хто совершили преступление, должны отвечать по закону». Знаєте, що відбувало? Ірину Верещук, понимая, що она хоче бути европейським політиком, использували, просто использували. Это так всегда происходит, когда ти считаєш, що якщо ти з крысами нормально общаєшся, то вони по-русски будуть говорити, по-человечески, по-українски, да. Они будуть продолжать попикивати, пи-пи-пи-пи-пи, і норовити укусити, спіонерити у тебе кусок сыра. Вот в чому фішку. Её просто подставили, їй дали. Вот, политические репрессии, недопустимості. А она подписала в числе голоса европейской солидарности о том, що надо уволити тех, хто причастен к делу, убийцей Татьяны Черновил. Помните всегда, що йдя на контакт с такими вот мразями, ви нічого хорошого в свою жизнь, в политическую карьеру не привнесете. Пойміть це, на конец. Пусть це поймуть всі, хто йдуть зараз на контакт с цими уродами. Пока. Субтитрувальниця Оля Шор